Шесть лет назад Россия признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии. Де-факто отделение состоялось, но по законам международного права маленькая южнокавказская страна остается территориально целостным государством. Тбилиси продолжает надеяться на возвращение отколовшихся территорий любой мирной ценой. Силу притяжения и реакцию отторжения зафиксировала София Тетрадзе. Грузию от Абхазии и Южной Осетии, помимо всего прочего, отделяет и колючая проволока. За последние два с лишним года она стала еще длиннее, шире, а кое-где и вовсе разрезала села пополам. Здесь, в приграниченных с оккупированными регионами грузинских деревнях, есть такие, чей дом по ту сторону разделительной линии. А земельный участок и, собственно, вся жизнь по этому. Российские пограничные войска огородили Абхазию и Цхинвальский регион, протянув колючую проволоку. Далеко вглубь Грузии и практически лишили соседей последней возможности общаться. Но они все равно общаются за пределами Грузии. Там, где нет фортификационных сооружений, красных линий и запретных тем. Сюда, в Ереван, на нейтральную территорию, абхазы, осетины и грузины приезжают уже в четвертый раз. Это гражданские слушания, организованные и профинансированные Европейским Союзом. Когда люди переходят прямо вот эти заграждения на свой страх и риск. Только здесь нам, грузинским журналистам, удается задать своим абхазским и осетинским коллегам вопросы неудобные, порой риторические, но от этого не менее важные. И только здесь нам удается услышать, что отношения с Грузией нужны и важны. Но с оговоркой – с Грузией, как с соседним государством. При этом очевиден новый тренд. Попытки официального Тбилиси наладить отношения с Москвой в Сухуми и Цхинвали не одобряют категорически. Журналист из Цхинвали Алан Поростаев рассказывает, в юго-осетинском обществе хорошо понимают, чем может обернуться возможный союз Тбилиси и Москвы. Потому что также хорошо понимают слабые стороны своей стратегической дружбы с Россией. Не надо думать, что Владимир Владимирович Путин просыпается утром и думает, как там у нас в Южной Осетии, как там они живут. Ничем их не коробит сегодняшняя политическая линия. И поэтому мы, естественно, должны помогать в этом плане России и предъявлять свои требования, показывать, где и в чем наши опасения по поводу их внешней политики. Чуть более оптимистично настроены в Сухуми. Роин Агрба, один из наиболее известных абхазских журналистов и блогеров, который все эти годы открыто поддерживал политику Рауля Хаджимба, но не до факту президента Абхазии, не отрицает. Опасения по поводу сближения России и Грузии есть. Но думать, что такого резкого поворота у Грузии не произойдет в сторону России, потому что общественное мнение все же не готово к этому. И вряд ли в ближайшее время солнце встанет на север. Хотя может, для чести здесь это произойдет. А если касательно самой Абхазии, у Абхазии просто выбора нет, и солнце встает на севере. Не всегда она встала. Это для Грузии встает на западе иногда, иногда на севере, но у нас просто выбора нет. Де-факто власти отколовшихся грузинских регионов делают все, чтобы максимально дистанцироваться от Грузии. Вслед за Сухуми договор о стратегическом партнерстве с Москвой подпишут в Цхинвале, предположительно в начале будущего года. Будет создана объединенная группировка войск, а уже давно огороженные границы региона теперь будут под еще более строгим контролем северного соседа. Ну а по эту сторону разделительной линии все еще не могут и, наверное, никогда не смогут свыкнуться с мыслью о потере Абхазии и Южной Осетии. Георгий Мчадлидзе учился в Цхинвале, затем уехал жить в США, но пару лет назад вернулся в родное село Никози, расположенное в непосредственной близости от зоны конфликта. Занимается сельским хозяйством. К лету Георгий планирует посадить орех и миндаль буквально в двух-трех метрах от административной границы. Говорит, чтобы соседи по ту сторону видели, как процветает Грузия. Должны люди дойти до того, чтобы мы сами перешагнули на эту колючку, а этого будет. Этого точно будет, ребята. Не знаю, как с политиками, но вот обычные люди, фермеры, мы встретимся и сами перевернем все. Пару недель назад фермер передал 3000 саженцев в подарок осетинской стороне. Через колючую проволоку. Здесь продолжают верить, что когда-нибудь ограждения падут и на их месте засветет миндаль. Софеты Традзе Александра Габелия, Георгий Самуши, Грузия, Армения. Специально для программы TimeCode.